Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. И у нас битва за открытие Тринакрамерума. Это у нас жесткая битва. Ну, давайте, кто не получил, обязательно нужно участвовать. Кстати, вот Тринакрамерум, да, вот ради этого существа. Такой вот хищный, остроносый, рыбоядный зверь с зубами в виде иголок, которые торчат прямо вперед. Да, вот такие вот у нас уровни. Это суперредкое существо, рифовая штука полезная. И давайте прочитаем. Название Тринакрамерум означает трехвершинное бедро и связано с мощными ластами этого создания. То есть довольно шустрое, быстрое, юркое существо. Тринакрамерум питался мелкой рыбой, имеет тонкие иглоподобные зубы и удлиненные челюсти. Тринакрамерум прекрасный половец с длинными плавниками. Ричард Элис назвал Тринакрамерум пингвином с четырьмя плавниками. Ну, потому что пингвины очень быстрые и юркие охотники. Вот именно так. Так, ну а мы тогда идем сюда. То есть у меня два сбеж... Не знаю, я зашел, здесь было написано поймать. То есть я когда зашел искать, как это поймать, захожу, смотрю, а они вроде как и не сбежали. Да, а потом второй раз зашел и вот как бы они типа заняты. Короче, какой-то глич. Так, ну че, давайте будем что-то тут решать. Блин, да, тут самый грозный противник это травоядные, представляете себе? Тогда возьмем амфибийку. Вот такую. И два хищника. Давайте еду, эрлифот забровать. Так, ну тут, конечно, по-хорошему... Нет, ну, в принципе, горгозуха можно сливать. Он из-за два удара не убьет, даже если подмениться на Антарктопель, то у него будет всего лишь один удар, и я его бежу. Плохо, если он у меня сейчас не проаталь будет. Вот это плохо, потому что у него один балл есть, и ему сейчас дадут еще два. Ладно, рискнем. И рискнули мы не зря. Так, шесть, ну как раз давай, мы все шесть. Так, пять тысяч триста тридцать один, так вот самого такого жирного сейчас съедим. Ну, надо ставить три в защиту, потому что он на Сульта Раптор, он будет больно бить. Две тысячи четыреста тридцать второго уровня. Так, мне тоже хочется такого ядера. Так, он повел себя очень предсказуемо, но я его за два удара должен пробить. Блин, не пробиваю, представляете себе. Ну, давайте на эрлиф. Эрлифа Заврика оставим себе очки. И не будем интератора защищать. Ам-лам-лам. Да, вот другие существа идут мега вкачаны, а вот пахики обычно идут вот слабее даже, чем сороковый. Ну, либо сороковый. Они редко попадаются более сильными, чем есть. Молодчик. Так, битва номер два у Рамфаринг 1900 уровня, а Майюнгазавр 3834 уровня. Или, может быть, Раджазавр 1086 уровня. Что вам больше по душе, так сказать. Да-да-да, да-да-да. Юдон. Я вот думаю, просто здесь как раз такая вот ситуация, когда можно взять и травоядного. Ну, Абли, у меня сигназух занят. Ну, тогда брать никого не буду. Ну, давайте так пойдем. У них птичка есть, у меня есть птичка. Так, Раджик. Ну, Раджик, конечно, превосходит наши лапахи. Мощь. Ну, так можешь атаковать. Так, а сколько жизней там было, этого Рамфаринка? Я-то как-то не обратил внимания? Он меня сейчас пробивает. Вообще, без напряга, да? Попытаться одним недоном распределять. 6, ты... Ого, 19 косырей. Так, я вообще выживу тут. На 3, ё-моё. Это дело пахнет керосином, ребята. На, нам халал. Он за два удара нас пробьет. Изи, притом. У-у-у, у него 6 тысяч. Да. Пахнет калазарик, который я слил зря. Ну, одного очка мне не хватило, на самом деле, чтобы победить. Но, я, как говорится, тут ничего не зафейлил. Я сделал все как надо. Ну, раз такие дела, давайте возьмем вот так вот. И вот так, что ли. Ну, на самом деле, ситуация тоже неприкольная. Он сейчас подменится. И за... За один удар, небось, будет меня пробивать. Нет, нет. Почти, почти. Так, мы посидим в защите, пока можем. Плохо дело. Дело пахнет керосином. Так, ну, по крайней мере, он начисто потратился. Ну, там же, блин, а все долгожители, блин, а слоновые такие жизни у них. Очень много. Раз, два, три. И тут четыре надо пробивать. Ну, что ты будешь делать? А, они-то все больно бьются. Что-то они какие-то жесткие тут. Так, ну, хоть этого я за три пробил, и кто радует. Ну, вот сейчас меня на два атакует. А, у него пятнашечка всего лишь. Хватит ли мне три балла, чтобы его пробить? Должно хватить. А может и нет. Ну да, на три. Ой, блин, ребята. Сто семьдесят пять, а у него сто тридцать девять. Ха-ха-ха-ха-ха. Уху. Еле-еле. Так, что нам следующий бой приготовить? Ну, просто разношерстные противники, да, они очень прикольные. Еще птерозавры. Птерозавры не дают использовать амфибида. Дайте три хищника, пожалуйста. Так, вот так. Вот так. И вот так. Ой, что-то мне кажется, мы сейчас тут пролетим. Хотя. Хотя, хотя. Тут, наверное, стоит укусить. Да, мы его спокойно пробиваем, а хорошо. Четыре косыря. Блин, ну не на того он подлился, такого я бы хотел, конечно. Ну, давай, давай. Он меня сейчас атакует. На сколько? А, ну, ему надо много баллов тратить. Три хватает. Ну, он не должен атаковать. Давай вот так. Так, ну, ну, вроде распетлял, ребята. Один балл лишний я потрачу, но я... Я разберусь. Хотя, можно и не тратить, в принципе. Даже с запасом. Да, в принципе, можно было бы даже... Да, мы трех на дону повышаем тут всех. Ух. Так, и его величество три на Кромеру. Вот так вот, вообще-то. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.